В музей камня приехали гости – палеонтологи из Москвы и Ярославля. Алексей Ипполитов и Денис Гуляев заглянули в Иваново на обратном пути из Волжской экспедиции. Одним из последних городов, где ученые провели разведку, был Юрьевец. В его окрестностях можно увидеть отложения юрского периода. Ивановская область содержит чрезвычайно богатые, с палеонтологической точки зрения, отложения юрского периода, морские, на правобережье реки Волги, которые протягиваются от города Наволоке до города Юрьевец. Их изучение позволит получить новые данные о обитателях юрских морей, населявших Ивановскую область около 150 миллионов лет назад. Ученые в Юрьевецком районе были и раньше. В 2009 году удалось обнаружить челюсти и несколько позвонков ихтиозавра. На этот раз палеонтологи успели только разведать местность для предстоящей экспедиции. Двухнедельные научные исследования совместно с Ивановским музеем камня запланированы на следующий год. Они вместе с нами через Русское географическое общество, через Российское геологическое общество будут провести большую работу по юревецким выходам юрских глин, то есть с перспективой полного изучения геологии Ивановской области по Волжским берегам, относящимся к юрскому периоду. Специалистов в первую очередь интересуют не уникальные находки, а массовый материал. Это остатки морских головоногих моллюсков, аммонитов и бельмнитов. Ученые планируют подробно изучить эволюцию обитателей юрского периода. Благо, такая возможность есть. Памятник приурочен главным образом к правому берегу Волги, который постоянно подмывается. То есть мы смотрели и сегодня смотрели эти разрезы. Они в свежем совершенно состоянии. Все очень доступно. Можно собирать фауну. Можно детально исследовать послойно. То есть технически это не сложно. Итоги предстоящей экспедиции будут весомыми в буквальном и переносном смысле. Ученым предстоит отобрать сотни образцов, которые весят десятки килограммов. Возможно, благодаря предстоящим исследованиям в регионе появятся новые геологические памятники.